Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, добро пожаловать в арт-кафе «Господин Ветер». Посмотрим, кого же сегодня нам принесло свежим ветром. Ба, знакомые все лица. Александр Романович Евстигнеев, автор-исполнитель «Барт» и его дочь Анастасия Евстигнеева. Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! Очень здорово, что вы нашли время, выбрались к нам. Давайте не будем нарушать традицию и начнем нашу встречу с какого-нибудь музыкального произведения. С удовольствием! Это будет композиция «Окно» на стихе Марина Светаевой. И в этой композиции мы используем музыку Фредерика Шопена и Ференца Листа. Вот такой интересный сплав. «Окно» на стихе Марина Светаевой. 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 Завелось такое... Помолись, дружок, за бессонный дом, За окно с огнем, за окно с огнем. Нет и нет моего покоя, И в моем дому завелось такое... Помолись, дружок, за бессонный дом, За окно с огнем, за окно с огнем. Субтитры создавал DimaTorzok Браво, браво. Я хотел поговорить о фестивале «Распахнутые ветра». Знаете, сейчас очень много появилось различных мероприятий, Которые называют себя фестивалями. Чаще всего процентов на 80, наверное, такие тусовки, Где все предсказуемо, где все понятно. И мне кажется, что фестиваль «Распахнутые ветра» Совершенно выбивается из этого списка мероприятий. Вы, насколько мне известно, побывали там уже три раза подряд, Три года подряд. Вот за эти три года, что вы... Вот о чем бы вам хотелось рассказать, поделиться? Да? Потому что ведь понятно, что три года назад он был один, Да? Сейчас он совершенно другой, а я его еще помню. Восемь лет назад. То есть тогда, когда собирался круг людей, там, ну, буквально Несколько десятков человек сидели, пели песни около костра, И вдруг такой огромный красивый фестиваль, где много молодежи. Я больше... Столько молодежи я не видел ни на одном фестивале. Когда выходишь на поляну и несколько сотен человек, Это люди в возрасте до 25 лет. Да. Вот. Так вот, такой у меня вопрос. Настя была в жюри конкурса первого тура. Да. Александр Романович был в жюри конкурса второго тура. Вот я и хотел бы узнать ваше мнение о конкурсантах. Об уровне конкурсантов, да? Да, об уровне. В принципе. Ну, я могу сказать, что уровень за три года, Хоть я первые два года не была в жюри, да, Первый год, но я все равно вижу уровень. Уровень просто, несомненно, вырос весьма и весьма. Вырос как в качественном отношении, Ну, в том, что исполнители вкладывают в то, что они делают, Так и, конечно, в том, что они поют, в принципе. А вот сравнительно с другими фестивалями. Я хотел сказать, да, что действительно этот фестиваль отличается, Отличается вот тем, что поразительно приезжаешь, да, И у какого-то домика сидят дети, там, не знаю, 16-летние, да, они были? Ну да, даже моложе. Да, 14-летние там и моложе. Представляете, и поют виноградную косточку в теплую землю здоровья. Да, это какая-то идеалистическая картина, такого не бывает. То есть, ребят, такого не бывает. Это раз. О чем это говорит? Конечно, это говорит об организаторах из Тверской области, Что в этом регионе этот жанр расцветает, живет, И педагоги хватает, откуда-то берутся, да, вот, их немало, городков-то этих. И там педагоги не только по гитаре, педагоги по поэзии, педагоги, знающие классику жанра. Режиссеры, вокалисты профессиональные. Конечно. И лавишники, кстати. Этим фестиваль отличается от других, действительно, потому что он молодежный. И за три года, за три года, ведь с ними работают мастера каждый год. И хотя, казалось бы, да, вот, ну, помастерили мы за семь дней, ведь проходит год, они же что-то за этот год делают. И вот от этого зависит, конечно, от того, что они делают в этот год, зависит то, что будет через год. Да. Вот я одному парню сказал, возьми Луферова и сделай что-нибудь. А вот это редкий автор. Виктор Архимович был в арт-кафе «Господин ветер» и неоднократно. Да, понимаете. И парень послушал и на следующий год принес песню Луферова. Это замечательно. Это высокий уровень, действительно. Потом ребята все-таки стали с годами уже выбирать более высокий уровень стихов, что в первую очередь важно, конечно. Самое-то главное, чтобы они развивались как личности. Да, конечно. То есть авторская песня, понятно, что не для всех она станет профессией. Да и хорошо ли, когда авторская песня становится профессией? Это вопрос спорный, и мы все время на эту тему как бы заговариваем. Вот я как раз не сторонник того, чтобы существовали профессиональные барды. То есть я нисколько не противник, опять же, того, чтобы человеку не платили там. Нет, пусть зарабатывает замечательно. И гонорары и высокие, и большие получает. Но как только у него авторская песня становится только этим видом заработка, то, естественно, все несколько девальвируется. Поэтому, когда есть совмещение, скажем, нескольких профессий, тогда, мне кажется, очень гармонично получается. Но давайте мы не будем долго... Я только хотел еще сказать, да, что фестиваль-то висборовский. Да. И вот об этом буквально одно слово, да, что действительно, смотрите, вот третий год, да, что там есть какой-то общий костер, на котором вот один вечер поют только висборро. И это длится несколько часов. Несколько часов. То есть три-четыре часа. И ночью стоят люди, сотни людей стоят возле этого. Поют по-разному, конечно. Поют и слабенько. Большая редкость. Поют и очень хорошо. И то и другое есть. И это тоже говорит о многом, что набирается вот в этом регионе такое количество исполнителей этого автора. Угу. Это тоже, по-моему, здорово. Угу. Ну, мне лично вообще приятно, что молодежь стала петь около костров висбора. Ведь еще десять лет назад этого не было. Угу. Да. Как-то так мне показалось, что жанр авторской песни, он вообще провалился. Угу. И вдруг в этом году я иду по кострам и просто с радостью отмечаю, что поют не только современных авторов, а поют и классику. Ну, давайте не будем долго увлекаться разговорами. Все-таки давайте послушаем еще что-нибудь. Да. Мы хотим исполнить Рубцову. По-моему, Леша, это один из твоих любимых поэтов. Да. И наших, кстати, тоже. Совершенно точно. Я как раз вот недавно был опять в Тотьме. О-о-о. Здорово. Вот. А я открыл его для себя в начале 80-х. Там сразу написал семь песен. А вот сегодня мы исполним его вместе с музыкой Чайковского. Давно хотели объединить. Известное стихотворение «Минуты музыки печали». На него куча народов. Ну, классическая поэзия и должна соседствовать с классической музыкой. На него куча народов написала на этом стихотворении. Очень много по России музыки. На это одно и то же стихотворение. Вариантов, да. Да. Ну вот послушайте, что мы сделали. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. В минуты музыки Печальной, Я представляю желтый плес. И голос женщины прощанных, и шум порывистых берез, и первый снег под небом серым среди погаснувших полей. И пусть без солнца, пусть без веры, гоним их снегом журавлей. Давно душа блуждать устала в пылой любви, в пылом хмеду. Давно понять пора настала, что слишком призраки люблю. Но все равно в жилищах зыбких попробуй их остановить, перекликаясь, плачут скрипки, пошут блески о любви. И все равно под небом низкий я вижу ярче, а слез, и желтый плес, и голос блин. И шум порывистых берез, как будто вечер, час прощальный, как будто время ни при чем. В минуты музыки печальны не говорить ни о чем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Он потеряет при этом много денег Субтитры делал DimaTorzok 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 Два слова, а это Десница Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дело в том, что мы как раз Мы пошли высоко в горы Высоко в горах Вырублен вот этот вот острог У них вообще все. Все храмовые комплексы, которые вырублены в скалах, называются острогами. И я шел, я чувствовал, что что-то меня уже смутное такое наполняет. Я еще не понимал, что это будет. Музыка, стихотворение. Но я уже знал, что что-то будет. И вот на обратном пути я возвращаюсь и натыкаюсь на оброненный крестик. Собственно, с этого-то все и началось. И вот эти вот строчки «я крестик оброненный кем-то споткнусь, как о жизнь, разлученную с Богом». И вот появилась строка, и как-то вот уже от нее, как источник такой вот, да, самостоятельного возбуждения, и вот уже от нее стало рождаться стихотворение. Ну и, естественно, само путешествие по Черногории, наши концерты там совершенно замечательные. А я-то хотел спросить, как Десниц Иоанна Крестителя туда попал? А, ну, это же своя там легенда, поэтому... Это потрясающе, что ли? Да. Ну что ж. И так вот сейчас прозвучит песня Алексея Ильича. Называемый «Черногорский», да, «Черногорская баллада» или «Черногорская просто». Просто «Черногорская», да. Одна из наших любимых песен. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Взрывается ветер в травме беду, больно взгляду от ссоры и прах. Прошу все, пусть осудят меня, я уйду высоко к черногорским монахам. Там, где вырублен в скалах священный острог, где бескрайне синее пространство. Я поставлю свечу, чтобы огонь мой зажег, беловласое солнце славянство. Солнце славянство. И бедяная дымка, и светлая грусть, серпантином петляет дорога. Я крестик, оброненный кем, споткнусь, как о жизнь, разлученную с Богом. Вспомню пьяные ветры, и пепел веков наплывет. Туча тенью былова, но не снится нетленная. Трубы мои отогреет для вещего слова, вещего слова. Росятся ладони живою водой, в сердце выдохнет речь покаяния. И внезапно гортань полыхнет немотой Перед пылью могильного камня. Огромное спасибо. Мне кажется, музыка абсолютно соответствует стихам. Но это, может быть, мое субъективное... Мы надеемся, что так. Я хочу поделиться, Леш, что когда писал, я находился... Я пою, ты знаешь, сотню авторов разных, как исполнитель, находился под влиянием твоих мелодий и вообще твоей манеры. Спасибо вам огромное, ребят. Спасибо огромное, что вы нашли время, выбрались к нам. Мы будем рады видеть вас всегда в арт-кафе «Господин Ветер». Спасибо, что позвали. Мы тоже всегда будем приехать. Так что до свидания. Ждем в гости. И вам огромное спасибо, уважаемые телезрители. Смотрите нас. Мы всегда с вами. До новых встреч.